В новом учебном году 1 сентября школьный звонок прозвенел для более 9,5 тысяч учеников. Из них более тысячи это первоклассники. В Горноалтайске 12 школ и количество обучающихся растет из года в год. Не стал исключением и 2017-й. Пороги общеобразовательных учреждений переступило на 420 школьников больше, чем в предыдущем учебном году. Этому послужил и демографический рост населения, и, конечно же, то, что большинство выбирает Горноалтайск городом для жизни. Многие хотят, чтобы их дети проживали в столице региона и получали достойное образование в учебных заведениях, которые соответствуют всем современным образовательным стандартам. Что такое школа? Для вас школа – это храм. Это храм знаний и воспитания. Я желаю вам, чтобы вы были умницами и умниками, чтобы все ваши начинания сбывались, чтобы вы учились только на одни пятерки и четверки. На начало 2016-2017 учебного года более 40% школьников обучались во вторую смену. И сегодня главная задача властей – ликвидировать эту сменность. Частично она уже выполнена. В результате реализации мероприятий региональной программы с четвертой четверти прошлого учебного года 270 детей школы номер 7 переведены во вновь отремонтированное бывшее здание республиканской гимназии. Они первыми в городе начали работать в одну смену. В результате создания восьми дополнительных учебных кабинетов за счет рационального использования площадей школы номер 13 180 обучающихся также переведены в первую смену. Мы считаем, что это очень для нас тоже хороший показатель. И в целом порядка 90% в одну смену обучающихся первой школы и девятой гимназии также идут у нас в односменный режим и будут заниматься дети в одну смену. К началу нового учебного года в корпусах ГАГУ создано более 660 учебных мест для организации образовательного процесса «Ребят» первой школы и гимназии номер 9. Таким образом, процент обучающихся во вторую смену снизится с 40 до 30. Стоит отметить, что большое внимание отводилось и ремонту городских школ. Дети должны обучаться в комфортных и безопасных условиях, как неоднократно на профильных совещаниях отмечал руководитель региона Александр Берников. Из бюджетов всех уровней на ремонт и покупку необходимого оборудования были потрачены десятки миллионов рублей. Было приобретено дополнительно оборудование в наши общеобразовательные организации, интерактивное оборудование, мебель, новые парты. Некоторые кабинеты были вообще полностью обновлены в наших общеобразовательных организациях. Особенно это касается тех учреждений, куда мы переезжаем. Это сельскохозяйственный колледж, это девятая гимназия. И школа номер один, это также помещение университета, расположенное по улице Ленина. Там полностью вся мебель новая, оборудование новое, современное, в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Капитальный ремонт ожидается в гимназии номер 9. За последние 17 лет в этом образовательном учреждении, кроме косметического, ничего не проводилось. Каждый год к этому зданию у надзорных органов появлялось все больше претензий. Без отлагательного ремонта требовала электрика и канализация. Зная все эти проблемы, глава региона Александр Бирников обратился с просьбой о помощи к руководству страны. И президент Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда более 22 миллионов рублей на капитальный ремонт. В последние годы мы серьезно занимались укреплением материальной базы учебных заведений, и вообще образовательных школ в районах республики Алтай, потому что там ситуация была наиболее удручающая. В принципе, не было в большинстве сел, райцентра нормальных школ. Причто с основанием набраться за эту проблему. Серьезные ресурсы были потрачены из бюджета республики Алтай. И самое главное, конечно, помощь личного президента Российской Федерации, потому что ряд учебных заведений, Ангуда, Акташ и других селах, построены по личному присминному вручению главы государства, за что, я думаю, все мы ему благодарны. Перед началом ремонтных работ Александр Бирников провел рабочую планерку в гимназии номер 9. Главу республики в первую очередь беспокоило, в каких условиях и где будут заниматься дети во время строительства. Как ему пояснили, 1 сентября гимназисты проведут в школе и еще почти месяц будут здесь учиться. После этого классы распределят в другие учебные заведения города. Образовательному процессу властями региона уделяется большое внимание. Объявили торги, и они состоялись на строительство долгожданной школы номер 7 на тысячу учащихся в городе Гурналтайске, которая тоже будет строиться ускоренными темпами по современным технологиям, современным оборудованиям. Буквально из руин возродили старое здание национальных гимназий и плакатов. Это, по сути, сегодня образовательное учреждение европейского уровня, ну, так как все это положено и в других странах, и в европейской части России, в крупных городах оснастили современным оборудованием, там красивая эстетика, все другое. И самое главное, ушли от двухсменности обучения в седьмой школе. Сейчас вся седьмая школа учится в одну смену, это тоже, конечно, здорово. И для качества знаний, и для работы преподавателей, и самое главное, для здоровья детей и благополучия родителей. Модернизация образования шагает по региону семимильными шагами. Мы идем в ногу со всеми новыми федеральными государственными образовательными стандартами. Так, в июне 2017 года приказом Миноборнауки Российской Федерации внесены изменения. Теперь в 10 классе у ребят появится новый учебный предмет. Будет дополнительно изучаться у нас учебный предмет астрономия. Во втором полугодии 2017-2018 учебного года это уже будет в обязательном порядке в 10 классах. Вместе с тем здесь предстоит провести достаточно большую работу. И материально-технически нужно подготовить учреждения к этому, и кадры нужно подготовить. Вместе с тем объяснить и родителям, и обучающимся, то есть всем участникам образовательного процесса, как это будет внедряться, как это будет реализовываться, для чего, собственно говоря, это нужно. Отдельного внимания заслуживает и обеспечение школ учебниками. К началу нового учебного года дополнительно приобрели более 14 тысяч экземпляров на общую сумму более 6 миллионов рублей. И, как отмечают специалисты, кроме этого в Горналтайске проводились и дополнительные меры по сокращению потребностей в учебниках. Такие, например, как муниципальный обмен на резервный фонд учебников и учебных пособий, который насчитывал 5800 экземпляров. Новые образовательные стандарты предъявляют новые требования к качественным результатам обучения. Рост качества образования зависит не только от модернизации материально-технической базы школ, но и постоянного совершенствования содержания преподавания учебных предметов. И здесь наблюдается положительная динамика. Так, высокобальных работ у городских выпускников 2017 года 110, что превышает прошлогодний показатель более чем в два раза. Возросло и количество ребят, награжденных медалями за особые успехи в учении с 2011 в 2016 году до 32 в 2017. Приятно отметить, что ЕГЭ по русскому языку успешно сдали выпускники всех общеобразовательных организаций города. Средний балл 67, что на 4 балла больше, чем в прошлом учебном году. На 100 баллов выполнила экзаменационную работу выпускница гимназии номер 9 «Гармония». Радует и то, что по шести учебным предметам средний балл по сравнению с прошлым годом повысился. Это информатика, история, литература, английский язык, физика, общество знания. По истории нам удалось повысить средний балл по сравнению с прошлым годом на 10,5. Это очень существенно для нашего города. За это хочется поблагодарить педагогов, которые внесли большой вклад в своих обучающихся, которые показали такие хорошие результаты, работа действительно отмечена в этом направлении положительно. И по русскому языку также хотелось бы отметить, потому что все выпускники 11 классов после написания итогового сочинения стопроцентно были допущены государственные итоговые аттестации. В этом тоже большая заслуга наших учителей по русскому языку. Помимо учебного процесса, огромную роль в формировании личности ребенка играет и система дополнительного образования. Эти городские учреждения посещают порядка 2,5 тысячи детей. Всего дополнительным образованием в городе охвачено 65%. К 2020 году этот показатель должен будет составлять 75% в соответствии с указом президента Российской Федерации. 20 июля текущего года распоряжением правительства Республики Алтай утвержден региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Республике Алтай», работа над реализацией которого начинается в наступившем учебном году. На августовской педагогической конференции было отмечено, что в городе активнее стало развиваться техническое творчество, особенно робототехника. Целенаправленная работа в этом направлении ведется в городском центре детского творчества, в школах номер 5, 12 и лицея номер 6. Именно там впервые в марте этого года прошли межрегиональные соревнования по робототехнике, на которой городские школьники выступили успешно. Наш лицей был признан победителем в рамках конкурсного отбора федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, где мы выступили с проектом развития Центра образовательной робототехники «Интел-РОП». Почему именно это направление мы выбрали, почему мы посчитали, что оно актуально? В последнее время очень проблемным становится как раз вопрос с развитием технической направленности, с подготовкой технических специалистов. В дальнейшем это перспективное направление необходимо развивать и не стесняться использовать возможности частных учреждений дополнительного образования, подводя итоги конференции, отметили педагоги. Начальник управления образования поблагодарила всех педагогов за их труд, ведь их роль в решении сложных задач, стоящих перед образованием, сегодня трудно переоценить. В Горнолатайске трудятся 994 педагогических работника, из них 520 учителей, на плечах которых лежит огромная ответственность за весь образовательный процесс, который уже начался. Ведь те победы, которые ребята достигнут в новом учебном году, будут лучшим признанием их мастерства.